Вопрос застройки пятой просеки продолжает волновать жителей Октябрьского района. Строительная компания хочет возвести недалеко от новой школы и озера Леснуха несколько восьмиэтажных домов. Жители такому соседству не рады. С просьбой повлиять на застройщика они обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. На приеме у парламентария пришли к нескольким вариантам решения вопроса. Застройщик сделает такой проект, который устроит большинство соседей, или произведет с городскими властями обмен участка на другой, где застройка не такая плотная. Либо построит на этом месте необходимый социальный объект, который потом продаст муниципалитету. На мой взгляд, самым оптимальным решением, конечно же, стало бы появление там столь необходимых и нужных Октябрьскому району объектов социальной инфраструктуры. Нового детского сада или новой поликлиники. К депутату обратились и представители Ассоциации ремесленников Самары. Они просят помочь в создании культурно-туристического кластера, который будет открывать самарцам и гостям города виды самарского аутентичного ремесленного мастерства. Открыть музейно-творческие объекты предлагают на территориях нескольких заводов, в том числе макаронной фабрики, которая первой в России выпускала этот продукт. Александр Хинштейн отметил, что этот проект можно совместить с восстановлением единственной в Поволжье ветряной мельницы 19 века. Она находится в Нефтегорском районе. Самара во всех смыслах самобытный и очень яркий регион, но нам не хватает, увы, порой возможности должным образом и правильно презентовать то, что мы делаем, с одной стороны, вывести это на должный уровень, а с другой стороны, мы далеко не всегда сами знаем свои корни и свою историю. И чем больше мы будем поднимать вот таких знаковых и важных событий, тем, конечно, это будет лучше для всех. И для региона, и для жителей, и для гостей. Вопросы к депутату касались и сферы ЖКХ, признание домов аварийными, а также ремонт областных дорог. По всем обращениям Александр Хинштейн пообещал сделать все возможное в рамках своих полномочий и передать информацию в соответствующие органы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Мы с вами не знакомы.